Зоопарки нужны или нет? Этот процесс гораздо более сложный, чем может показаться на первый взгляд. Каждый вид на учете, каждый особь на учете. Они все получают свои кармы, их продолжительность жизни на порядок больше, чем в природе. Как же они там скучают по саванне или что-нибудь. Да это седьмое-восьмое поколение гепардов в неволе. Они размножаются в неволе, в природе они исчезают, все меньше и меньше там гепардов. Как же бедный зверь без природы, вздыхают многие. Но в зоопарках вольеры делают с учетом потребностей того или иного вида. Научное изучение, просветительское, потому что мы рассказываем людям о этих редких животных, особенно, да и вообще обо всех животных, но особенно о редких, исчезающих. Мы помогаем им остаться в неволе, если их уже нет в природе, помогаем им вернуться в природу, если они там исчезли. Из дикой природы в российские зоопарки попадают в основном те животные, которые не могут там выжить самостоятельно. Осиротевшие детеныши или травмированные особи, которые на воле погибнут. Лошадь Пржевальскую, открытая Пржевальская, их нет в природе сейчас вообще, природных популяций. А в зоопарках около тысячи этих животных. Их специально перевозят из одного зоопарка, из другого, чтобы скрещивать, не было близко родственников скрещивания. В современном мире статус зоопарка определяется не количеством содержащихся в нем зверей. Коллекция не обязательно должна быть большой. Она должна быть грамотно составленной. А главное, животные должны чувствовать себя там комфортно.